Налоги платить не любит никто. Чем меньше мы заплатим, естественно, тем лучше для нас. Поэтому сегодня я решил видео снять о том, о трех способах, как не платить налоги с доходов на фондовом рынке. Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. В своих последних видео я рассказывал про стратегию накоплений, табличка там 15% в год заложена. И я говорил, что есть инструменты, с другой стороны, которые дают 20% в год. И один из моих подписчиков написал, а налоги, а инфляция? Ты типа не учитываешь, инфляция все съест и так далее, и так далее, и так далее. И этот вопрос задают очень часто. И что еще можно сказать? Дело в том, что сейчас конец года, и в конце года, это именно конец года, тот момент, когда надо подумать о налогах, как их оптимизировать, как их не заплатить. Поэтому я одновременно отвечаю и на вопрос моего подписчика, с одной стороны, и делаю обзор, как сократить налоги, как их вообще не платить. На фондовом рынке такие возможности есть, ну или, по крайней мере, очень здорово сократить. Это будет третий способ. И обязательно сделайте это до конца года. Итак, существует несколько способов не платить налоги. И самый-самый популярный способ, который есть, вот вообще, который использует большинство людей, как не заплатить налоги и как справиться с инфляцией. Ну, просто вот работает на все сто. Великолепно работает люди, в основном пользуются именно этим способом, но у него есть один существенный недостаток. Не буду вас томить уже. Для того, чтобы не платить налоги, можно просто не получать доходы. Вот просто не получать доходы. Ну, называется, что... А зачем нам доходы? Зачем инвестировать, если там мы получаем доходы, а с нас возьмут налоги? Чтобы у нас не взяли налоги, можно не получать доходы. Это очень правильный способ, потому что, ну, когда мы ничего не получаем, с нас ничего не возьмут, с одной стороны, с другой стороны, проблем вообще никаких. То есть, не надо думать, какие акции купить, доллар покупать, не покупать, рубли покупать, не покупать. Вот. То есть, вообще никаких проблем. То же самое с инфляцией. Смотрите, инфляция что такое? Инфляция это процесс потери деньгами по покупательной способности. Правильно? То есть, ну, а чтобы деньги не теряли способность покупать, ну, их просто надо не иметь. То есть, спустить моментально, что и делают большинство людей. То есть, вообще нет никаких проблем. Люди живут долго и счастливо, не задумываясь ни о доходах, о том, чтобы получить доходы, ни о деньгах, потому что вообще великолепно все жить. И буквально, как только появляются деньги, они их спускают буквально в унитаз. Это способ великолепный, этот способ самый лучший, чтобы не платить налоги, чтобы не думать об инфляции. Но у него есть один существенный недостаток. Отсутствие денег. А люди всегда говорят, что, блин, денег нету, денег нету. Ну, как бы, зато у вас есть куча единомышленников, с которыми вы можете поделиться, что там правительство плохое, там все плохое, все плохое. Вот, только в зеркало не смотреть, что-то сказать, типа, а то увидишь, что рожа кривая. Вот. Итак, ну, не будем об этом распространяться, все здесь понятно. Второй способ не платить налоги. Ну, вы знаете, что ИИС уже введены, и ИИС позволяет, ну, либо вернуть уплаченные в течение года налоги в размере не больше, чем 52 тысячи рублей, либо, значит, не платить налоги, это ИИС по типу Б. Вот. Ну, об этом уже много-много раз и я говорил, и другие говорили, я еще расскажу про ИИС, о том, как вернуть вот эти 52 тысячи, куда посмотреть, какую сумму туда вложить. Поэтому сейчас я не буду на этом останавливаться и перехожу к третьему способу, как не платить налоги. Смотрите, в прошлом видео я показывал вам обзор своего портфеля, и я такой, вот у меня тут акции такие выросли, тут акции такие выросли. Я рассказывал. Ну, давайте посмотрим, вот сейчас вы видите на инвестиции, вот я взял сводный отчет в открытии брокер. Здесь, к сожалению, нельзя их отсортировать по доходности, вот. Ну, видно, что активов много, здесь активы на всех рынках сразу, одновременно, значит, там облигации, автокол, все-все-все-все в одной куче. Вот, и видно, что часть из них зелененькие, часть красненькие. Вот, но здесь вы проанализировать вряд ли сможете что-то, вот, поэтому я решил вывести это дело вот в такую табличку в Excel. Посмотрите, вот здесь все эти активы я, ну, просто Ctrl-C, Ctrl-V и, значит, как-то рассортировал, значит, вот здесь процент активов, дальше сумма, которая вложена в этот актив, ну, и этот актив в долларах есть, есть в рублях активы, я их разделил. То есть, доллары у нас зелененькие должны быть, ну, они не совсем зелененькие получились, вот, а рубли деревянненькие должны получиться. Ну, вы знаете, что у меня есть одна облигация валютная, РУС-28, 18,8% от всего портфеля, она составляет, я с ней не собираюсь ничего делать ровным счетом, и на нее можно не смотреть, потому что с нее по умолчанию вообще никаких налогов не берется. Ни на купоны не берется налог, ни на курсовую разницу не берется налог, вот так. И более того, посмотрите, она стоит 1775, то есть 177% от номинала. В 28 году она будет погашена по 100% от номинала, то есть формально принесет убыток, вот, но текущая доходность у нее 3,2% что ли, процента годовых в долларах, но я-то покупал ее при доходности текущей там 4,75, то есть она у меня еще и добавилась. Суть в том, что, во-первых, я получаю доход, а во-вторых, он не облагается налогами, то есть вот эта вот штука не облагается налогами вообще. Почему? Потому что это государственная ценная бумага, и это единственная ценная бумага, которая не облагается налогом на курсовую разницу. Это вот один из главных мотивов, почему я ее взял. И у нее, вы видите, ну почти 20% сейчас у меня активов в этой облигации. Следующая облигация, про которую я недавно рассказывал, Банк ФК Открытие, БОИОПО-2, вот, тоже 12%, то есть, смотрите, всего 30% у меня в этих облигациях. Это облигация биржевая, инвестиционная облигация, про которую я недавно рассказывал. Здесь написано 95 тысяч рублей, и убыток у нее 5 тысяч рублей. На самом деле, здесь тоже говорить ни о чем, ни о ком убытке нельзя говорить, потому что эта облигация на 5 лет взята, через 5 лет погашения у нее. И ее можно купить, можно продать, но так как она очень-очень низко ликвидная, поэтому вот эта вот сумма, она ни о чем. Ее просто надо купить и держать. Это вот такой инструмент. Но, в крайнем случае, если деньги сильно нужны, ее можно продать когда-то, скорее всего, это будет с убытком. Вот кто-то продал с убытком 5%. Вот так. То есть, вот эти вот две позиции мы не смотрим. Дальше смотрим. Эли Лиллиант Компани, значит, у меня в долларах. И дала доходность Эли Лиллиант Компани в долларах 17% плюс. Сина Корпорейшн 27,76 плюс в долларах. Полю золота 117% плюс. В рублях, вот она, 16692 принесла. Эти в долларах, там, 74 доллара и 92 доллара. Эксель Иксис Компания, значит, убыток принесла, минус 17%. АФК-система 117% прибыли принесла. АЛЕКСИОН 46, в долларах. Тинькофф 40 тоже 6, АЛЕКСИОН 47, Тинькофф 46. Ну, про АЛЕКСИОН я рассказывал в прошлом видео. Что у нас тут дальше? Норильский никель плюс 39,74. Я хочу увеличивать долю в норильском никеле. В долларах 41%. Мэйсис, Найк 46% в долларах. Тата Моторс 90, почти 2% в долларах. Принесла доходность АМД 37% в долларах. Пфайцер в убытке пока. Газпром минус 18,6%. Принес и так далее. Смотрите, я просуммировал все прибыли и получилось, что за все время здесь написано, за все время я получил в долларах 739 долларов прибыли. Это прибыль. И в рублях 39,274 рубля. Ну, если не считать вот это вот 5 тысяч. Вот она доходность. Посмотрите, ну, в рублях все понятно. 44,274 рубля. В долларах 644 доллара. Но при этом, естественно, здесь еще играет роль курсовая разница, когда мы взяли эти, когда я взял эти акции или облигации, эти активы. То есть, на тот момент, на момент покупки фиксируется цена в рублях. Рубль, вы знаете, немножечко упал, доллар немножечко вырос. Поэтому вот эту величину надо еще умножить. Ну, вот я умножил ее на 75. Это текущий курс доллара. То есть, 48 тысяч рублей как бы, да. Вот. Ну, еще надо умножить на... Ну, это как минимум. Вот. На разницу. Короче говоря, я боюсь, что она будет даже больше. То есть, получается, что прибыль составила в районе 100 тысяч рублей. Но у меня к вам вопрос. Как вы думаете, сколько налогов я заплачу вот за эту прибыль? Отвечаю. Ноль. Я не заплачу за это ничего. Вот так. Почему? Потому что, смотрите, на фондовом рынке налоги берутся с операцией купли-продажи ценных бумаг по завершенным сделкам. Вот это очень важно. По завершенным сделкам. Так как эти акции у меня сейчас находятся в портфеле, то сделки не завершены. Некоторые из этих акций находятся у меня в портфеле уже полтора года. Какая-то акция год, какая-то акция, значит, полгода, какие-то там несколько месяцев буквально. Но пока я их не продал, прибыль не зафиксирована. И, соответственно, налоги с этого не платятся. То есть, вот та акция, ну, по-моему, это Pfizer, которую я держу уже полтора года. Она, в общем сказать, ну, она, я, во-первых, не заплачу налог на доходы от этой акции. Ну, как вы видите здесь, и дохода особого нет, казалось бы. Но, когда я ее покупал, это полтора года назад, курс доллара был, наверное, 58 рублей за доллар, сейчас 75. То есть, соответственно, скорее всего, прибыль в рублях, то есть курсовая разница будет. Но я с нее не заплачу ничего, во-первых. Во-вторых, ну, я получал дивиденды регулярно каждые три месяца. Но с дивидендов уже там не отвертишься, там платятся налоги в момент выплаты дивидендов. Поэтому с дивидендами ничего не получится. А вот, как оптимизировать вот эти налоги? Первое, значит, просто держать акции. Смотрите, что получается. Когда вы открываете ИИС, то в чем там недостаток? В том, что вы замораживаете деньги, которые вы положили на ИИС, и их можно забрать только закрыв ИИС полностью. Понимаете? То есть, здесь есть небольшой минус. А если вы покупаете акции надолго, на долгосрок, как я рассказывал в прошлом видео, я говорил, что самая лучшая стратегия – это покупать акции навсегда. И поэтому, когда мы покупаем акции навсегда, то мы не платим налог точно так же, как на ИИС. Но налог зачисляется только на доход по завершенным операциям купли-продажи. И если у вас есть такой налог, давайте попробуем посмотреть. Значит, вот здесь отчеты и налоги можно посмотреть. Здесь вот есть раздел «Налоги», «Налоговый калькулятор». Вы вводите налоги и здесь можно посмотреть на этот раздел. И вы можете оценить, сколько налогов вам начислен брокер. Ну, как бы, сколько накопилось налогов, которые вы должны заплатить. Посмотрите туда внимательно. То есть, какой доход по завершенным сделкам вы получили за год. И если этот доход, скажем, небольшой, то, ну, в принципе, ничего страшного. Если он отрицательный, то вообще никаких налогов. Вот, если у вас налог все-таки есть там по завершенным сделкам, то его можно сократить. Итак, лайфхак. Как сократить налог на фондовом рынке? Посмотрите. Вот мы еще раз смотрим сюда. И мы видим, что у нас есть, ну, не все у меня активы находятся в прибыли. Это естественно, это логично. Они практически у всех находятся. Ну, там есть какие-то активы, которые временно в убытке. Так вот, смотрите. По завершенным операциям прибыль считается. Но если прибыль отрицательная, то мы можем закрыть вот эту операцию. Закрыть. То есть, вот у меня в портфеле стоит Газпром. Я его беру сейчас и закрываю эту сделку. Фиксирую убыток. Этот убыток у меня сокращает доходную часть, налогоблагаемую базу. И, ну, я посмотрел, честно говоря, вчера вечером, что у меня там, ну, вообще говоря, по завершенным операциям было там в районе 6 тысяч прибыли. И я посмотрел, думаю, а что бы мне их платить. И я решил, вот, я закрыл вчера Газпром. Нет, Газпром не закрылся, Аэрофлот закрылся. То есть, я сократил это дело. И после Нового года я снова куплю, если захочу, эти компании. А если не захочу, то и не куплю. То есть, есть еще повод подумать. То есть, я не заплачу налоги, потому что, ну, я ничего не продавал. Это не значит, что совсем ничего не надо продавать. То есть, если компания, ну, как бы, она выросла, например, и кажется, она упадет, то, в общем-то, наверное, надо ее продавать. Но, если у вас есть компания, которая временно в убытке, но она нужна для балансировки портфеля и есть потенциал роста, то почему бы ее до Нового года не продать, а после Нового года снова купить. И все. Ну, как я уже сказал, что я вот эти две компании продал. И я уже говорил, что, судя по всему, я вот эту компанию ГМК Норникель, наверное, буду докупать. То есть, одну акцию я докуплю. Она стоит сейчас 23 тысячи рублей, поэтому, ну, это очень-очень такая высокая стоимость. Но, тем не менее, вот она одна из наиболее перспективных, ну, как бы, как говорят. И я думаю, что я ее при... ну, я ее куплю, наверное. Вот. Что еще можно сказать? Вот Sina Corporation. Sina Corporation – это китайская компания, но сейчас она почему-то исчезла с биржи. Вчера обнаружил, смотрю, а ее нет. Вот. Почитал информацию, они, скорее всего, выйдут из листинга американской биржи Nasdaq. И поэтому ее, вероятно, убрали с торгов. Что с ней будет, я буду выяснять, если кому интересно, я расскажу. Вот. Ну, то есть, судя по всему, от этой компании, эту компанию я продам. То есть, 400 вот эти 25 долларов у меня освободятся и куда-нибудь буду перекладывать эти деньги. Что еще могу напомнить о том, что если вы захотите сделать вот то, что я сейчас рассказал, не забудьте про тарифы. Если у вас будет достаточно много операций, то лучше переключиться на другой тариф, где это меньше. Там тариф, насколько я помню, все включено. И, соответственно, сделать на нем операцию, а потом снова перейти на другой тариф, где на срочном рынке низкие доходности. Ну, а вчера весь день я смотрел на срочный рынок, был обвал индекса РТС. Мне, наконец-то, удалось на этом очень неплохо заработать. Там больше 100%. Ну, об этом я расскажу в следующем видео. Поэтому оставайтесь на моем канале. Сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. И до встречи. Если у вас остались вопросы какие-то, задавайте. Я постараюсь ответить. Ну, мне кажется, я достаточно хорошо все объяснил. До встречи. С вами был Демитков Юрий.